привет друзья я сейчас варшаве здесь надо ходить в масках этот ролик делаю специально так чтобы вы видели исторические планы на заднем фоне в самом центре города и сейчас расскажу по порядку буду говорить сходу поэтому будет всяких бмр очень много и буду рассказывать по порядку что случилось со мной как в принципе я здесь оказался оказался следующим образом как все мы знаем до 9 10 августа как и многие из нас в принципе я была политичен не было все равно кого выберут ну как все равно белорусы все бубнял на кухне ходил на выборы но после того как я увидел массовые обман фальсификации плюс то что сильные репрессии людей били избивали я решил также участвовать цепях солидарностях и в своем городе помогал делать открытый микрофон у меня была аппаратура и выставлял при том то могли бы сказываться как та сторона так и это на этом моменте хотелось бы остановиться и уточнить то целью открытых микрофонов и цепей солидарности не было физической расправы над инакомыслящими а приведение диалогу и возвращения государства в правовое поле также пытался договориться с местными сотрудниками руды о том чтобы все-таки наши граждан не забирали не избивали и в принципе что отчасти удалось все равно там единицы каких-то видно по указке сверху забрали но с большего отчасти удалось чтобы как-то наши хасиповчан сильно не репрессировали на акциях протеста после чего я поддержал своей организации у меня был бизнес два магазина кафе я поддержал своей организации забастовку 26 числа здесь также хотелось бы сделать ремарочку для всех завистников дело в том что каждый из вас может стать обладателем кафе или магазина всего лишь взяв кредит в одном из банков и вуаля вы бизнесмен и для этого не надо ничего хапать и воровать и тут началось началось следующее что я же вроде бы за то чтобы без насилия все было без каких-то карательных вещей да и вроде бы сотрудники ру воды и милиции меня не трогать но решили пойти более хитрым путем более так скажем элегантно и поэтому меня начали нейтрализовывать экономически на мою организацию обрушилась куча проверок таких как госконстроль санстанция марк налоговая все 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 вместе дружненько начали штрафовать меня и конечно же пытаться закрыть мой бизнес первые проверки были такие лайтовые штрафов просто навешали все следующие были уже когда марк пришел и мне запретил работать до 29 января там по каким-то мелким нарушениям ладно еще штрафы на работать тупо мне запретили соответственно я не смог вести свою деятельность на фирму были взяты кредиты под развитие бизнеса и соответственно я тоже не смог эти кредиты выплачивать таким образом просто мы организацию обанкротили организация которая довольно таки нормально работала довольно таки стабильно платила платежи по кредитам по зарплатам стабильно все было просто не дали ей работать просто ее таким образом элегантно убили соответственно у меня начались проблемы платежи по поставщикам платежи по кредитам в итоге я свернулся что мог кто продал и погасил частично кредиты но большая часть кредитов и платежей мне все-таки осталось и это конечно сейчас будут использовать наши местные пропагандоны рассказывают то что вот какой я негодяй кинул банки ну поставщиков нет я их не кинул и в будущем я конечно же это все выплачу и буду стараться выплатить но мне не дали возможности работать чтобы вы понимали долги по кредитам и поставщикам я платить буду как только у меня предоставится возможность ведь не поставщики не банки не виноваты в том что сложилась такая ситуация и за всеми организациями стоят люди которые также могут пострадать но вот штрафы которые на меня навешали я категорически отказываюсь платить так как считаю их незаконными и тех людей которые занимались оформлением штрафов мне ни капли не жаль и после того как это все дело у меня закрыли я конечно же был вынужден рекрутироваться и уехать в польшу варшаве сейчас нахожусь обустроился в принципе нормально снял жилье сейчас дам с работой определился это я буду в последующих роликах вам показывать рассказывать как устроиться на работу как снять жилье тут есть свои нюансы все это я уже буду поставить ролик рассказать пока я сейчас вкратце вам рассказывать что произошло со мной также наши чиновники почему-то решили и писали во многих там своих пулперу и тому подобных таких вшивых группах что типа жена якобы у меня там не ушла из-за того что я был против лукашенко но это на самом деле просто смешно супругой по моей личной если жизни рассказывать супруга у нас произошло еще до задолго до выборов и мы разошлись я скажу так это жизнь такое бывает и ну как говорится как говорят в американских фильмах дерьмо случается вот ну случилось и случилось но она никак не связано с политической там деятельностью или с моей какой-то политической позиции поэтому личные взаимоотношения не совсем понимаю зачем приплетать сюда нашим местным так сказать я батькам но все-таки они любители поднимать дерьмо хотя они забывают наверно что про своего любимого президента рассказать который имеет взаимоотношения с малолетними девочками которого нету жены и где мать его ребенка этим почему-то они не задаются вопросом но вот в моей жизни они обязательно поковырялись что с самого главное я хотел бы обозначить то что на самом деле я на митингах на открытых микрофонах на каких-то действиях не проявлял понимаете агрессию не не топил за то чтобы там избить жестокое все остальное там милиционеров или давайте там убьем наших там чиновников нет я наоборот все время топил за то что только суд может определить нормальный честный суд виновны они или нет чтобы не было суда линча которые когда люди просто тупо без разбора начнут всех подряд казнить вот но наши чиновники видите как их нельзя жалеть я осознал что моя лояльность и тот момент когда они грубо говоря обосрались и не знали что делать испуганные там все сидели с такими глазами котенка надо было дожимать додавливать мы слишком мягко проявили думали что мирный протест поможет но видите лояльность ни к чему не привела итоге они сейчас подняли хвост закрыли все что можно закрыть кстати про те кто закрывал мой бизнес кто участвовал фамилии имена фотографии видео я все сделаю следующем ролике конечно долгое время не появлялся на просторах интернета ну первое потому что тогда был беларуси я опасался за то что меня просто посадит сидеть тюрьме я не вижу смысла это ну такое самопожертвование бессмысленным по моему мнению потому что ты мало что можешь сделать какой-то пользую для общества видя какие-то стримы видеоблоги я гораздо больше смогу сделать для полезного для всех нас и конечно же смены этой власти беларуси ну естественно переехал сюда переехать как ни один из подписчиков написал это конечно же хлопотное детство так довольно таки хлопотное очень тяжело с языком с законами с многим тут разобраться но в принципе вот все это время что я отсутствовал и разбирался с этим разбирался с тем что со своей жизнью именно ваша и потому что здесь тоже определенно на это надо было много времени теперь когда уже мне время немножко есть уже я определился с работой определился с жильем сейчас определялись документами я уже потихонечку буду вам все рассказывать каждом ролике рассказывать буду последующих роликах о жизни варшая так что можете писать комментариях что вас интересует там не знаю еда жилье работа принципе также буду снимать и рассказывать о том что что со мной происходит дальше рассказывать вам буду кто был задействован в так сказать моем гашение когда гасили меня это по-другому никак не назовешь и самое прикольное что все эти чиновники они почему-то думают что в этом все винат лукашенко а они просто работают и просто выполняют свою работу вот но я хочу следующем ролике уделить побольше им конкретно внимание чтобы люди понимали что они не просто выполняют они винтики системы если винтиков нету то система не работает хочу вас всех попросить о поддержке меня потому что переехать это хлопотная дельца да и естественно уже там денежными средствами это постольку поскольку но если вы даже просто там поставить лайк подпишитесь на канал сделать репост мне будет очень приятно это тоже большая поддержка все же знают что youtube когда набирается определенное количество просмотров и часов начинает выплачивать таким образом я смогу хоть как-то здесь первое время существовать потому что есть еще небольшой языковой барьер и соответственно сработать здесь определенные пока еще проблемы но в принципе я расскажу тоже в следующих роликах как устроиться здесь на работу друзья всем спасибо за всем кто за меня переживал тех кто помогал мне с отъездом помогал мне в каких-то акциях митингах я все вас помню и обязательно когда власть сменится я вернусь наш родной город для того чтобы принести для него побольше какой-то пользы и сделать больше хороших дел для города и страны всем спасибо до новых встреч пока я думаю что мы будем видеться на просторах интернета не раз